всем привет сегодня хочу снять наше маленькое продвижение по ремонту очень отсюда уже убрали все леса убрали лампочки как видно их не видно может потолок здесь сюда делали осталось только выключать или поставить чем двери нам пришли тогда недели полторы наверно назад они были в гараже сергей решил их сейчас сюда принести потому что у тех дверей что мы наверх заказывали мы случайности по разбили чтобы больше такого не повторилось он решил сюда принести потому что дети велосипеды натаскивают гараж могут за этих там двери в общем сколько на двери заказали 1 3 3 простых и 4 двойная так как проем на две створки вместе со стеклом они нам обошлись вот эти четыре двери в 38000 мы за ними ездили и бичугу на фабрику дверей там заказывали фурнитуру мы заказали позавчера ездили у нас там на улице правды магазин губерния называется до стоит вспоминаю как называется губерния в общем то мы заказали фурнитуру для этих дверей мне нравятся такие темные под бронзу ручки в общем то все комплекты на 4 двери нам вошлись чуть около 5000 значит 4 двери вот стоить 38 плюс 5 43 тысячи магазине 1 2 конечно будет дороже стоить если из магазина их заказывать то есть мы немного на это тоже сэкономим мы западную в магазине брать только фурнитуры это только на заказ у нас нет фурнитуры в наличии магазинах мы объехали несколько торговых точек в городе только на заказ здесь оклады от этих дверей лежат стены нам уже показывала надоели нам скучные обои и нам лёша показал свои стены мне понравились в общем его заставили там сделать то же самое нам тоже самое сделал мне нравится так и вот наша долгожданная кухня я не знаю мне в комментариях ничего не писали написали в соцсетях что у вас на кухне такой бардак ничего не убираетесь никогда нет мы не убираюсь на кухне а зачем мы ее будем ломать мы уже ее частично сломали вот до того у нас кухонка была кто к нам приходил гости они видели у нас был порядок у нас это же я так оправдываюсь чистенько аккуратненько все было вот а сейчас в общем обзор последних дней кухни в общем где-то в конце мая мы ее полностью здесь все выломаем и пол и что-то мы еще будем ломать шкафу тут устроенный так очень что у нас ну это мы все тоже все будем мойку и шкафчики вот эти временно мы все постараемся перебазировать туда мне на двор там буду я кухней заниматься вот плиту мы наверное не сможем туда перетащить потому что газ подключать нам никто не подключит в общем и купили электрическую плитку вчера съездили такая вот плитка на две комфорки мы особо с едой мы не заморачиваемся мои дети едят все так что первое второе компот сварьми на этой плитке вот здесь у нас уже видно вот тут вот это все выломали у прежних хозяев у них ванна стояла вот по этой стене поперек и она не убиралась и они в общем что придумали они сделали проем на кухню и ванна у них выступала сюда и такой как кармашек был сделан обложенной плиткой в общем и все сломали ванна у нас теперь другая акриловая не знаю сколько она проживет я конечно не очень к таким ванном привыкла вот колонка у нас новая мы проект уже сделали потому что она у нас была в ванной газовщики сказали что в ванной сейчас нельзя колонку в общем заставили нас делать проект ну мы сами хотели перенести в общем мы делали проект ее перенесли сюда вот эту колонку новую нам уже приходили ремонтировать и ну единственное что конечно за ремонт ничего не взяли так как она на гарантии не знаю сколько она на живет почему ремонт с этой колонки был где-то месяц через два после ее ввода в эксплуатацию весь нас таки такая конструкция вытяжка это тоже временная она мне не нравится она ничего не утягивает мы потом более мощные посмотрим окна у нас уже заменены теперь у меня будет два окна на кухне не знаю крути света снимаю окна у нас тут старые стояли они постоянно текли ну когда ставили прежние хозяева еще не было технологий других они конечно тоже покупали самые новые на тот момент просто окном уже очень много лет пластиковые были мы их поменяли вот у меня там беседка не сергей и освободил от стройматериалов теперь я сушу белье в общем теперь у него расушилки нет помните так потом что у нас еще о смесь из магазина светофор до сих пор лежит в общем меня рука не поднимается ее выбросить я все думаю может дети как-то еда едят нет вот это моя саранча которая съедает все на своем пути вот от двух килограмм яблок что осталось это вчера покупали их уже почти тут осталось может чуть меньше килограмма вчера вечером они будут сервиса конфеты у нас не залеживается вкусная смесь сухофруктов тоже не залеживается быстренько съедается а это они не трогают в общем она несъедобная я так понимаю здесь у нас стоит диван из большой комнаты мы его накрыли вот этой вот покрывашкой но все равно он весь пыльный его нужно будет чистить пар очистителем там видно стены это заложено дверь была здесь это вообще была маленькая комнатка вот мы эту маленькую комнатку перегородку между кухней комнаткой сломали и у нас теперь будет кухня большая то второе окно она тоже уже заменена новая стоит пока у меня здесь моя пряжа не видно наверно сейчас так пока здесь моя пряжа на стеллаже тоже я ошибку допустила мы сломали шкаф мне пришлось пряжу разложить сюда временно но когда делали те две комнаты пыль она все равно сюда попадала в общем пыль у меня на пряжи тоже есть нужно будет ее наверное может я пылесосом конечно попробую жалко очень если все что напылилось останется в нитках но я думаю что я вычищу там у меня тоже вот из того шкафа что было вот это мое рабочие всякие прибамбасы для канзаши ленточки тут у нас временно все пока говорится нет ничего более постоянного чем временное вот так сделаем мы мастерскую поставим там шкаф и все аккуратненько в этот шкаф разложим по коробочкам будем там мы этим всем заниматься вот такая у нас кухня так что у нас здесь не бардак у нас тут хаос и мы над этим хаосом властвуем царим здесь встроенный шкафчик я так полагаю что здесь раньше был камин у старых хозяев но он им не понравился они его переделали в шкафчик выломаем что здесь будет я не знаю какой-нибудь шкаф более приличный сделаем этот запчасть тоже от этого дивана большого уголка тут у нас любимое место пусика он лежит только здесь поэтому сюда вот такой кругляшок положили чтобы уж он совсем не затер лапами это я не знаю у всех коты как коты такие прям чистенькие все ходят я смотрю по улицам вот идут рыженькие серенькие наш черный с белым он приходит товарищи он такой грязный всегда приходит я не знаю где он каких угольниках он валяется выгнать я его тоже не могу это наш член семьи в общем мыться он тоже не дается его только никита моет лера еще хочет попробовать не знаю да сомнений нет зимой мы его не мыли конечно потому что мой холодно сейчас хочется его помыть у нас все стены вот такими плакатами извешены можем себе позволить на старые стены вклеить там миша мне пришел все на этом вот хочу пыль показать она копится буквально вот я их недавно полоскала смотрите опять или это строительная наверху тоже пыль купится и поверх одежды ну вот с кем я разговаривал у кого тоже такие вот глобальные ремонты от этой пыли они не могут избавиться ни один и не два года в общем я даже простерянности на ремонт мы настраивались очень долго и получился у нас не ремонт а стройка еще потолок надо снять такой потолок тут у нас лестница была на второй этаж но мы ее вынесли в коридор а здесь мы немножко выровняем потолки такой у нас ремонт что там басишь мишень